Круговое движение на Слободском тракте обойдется в 30 миллионов рублей. Родителям объяснят, кому положены новые выплаты на детей, и подъезды к школам и садам сделают удобными. Все подробности далее. Наш эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». Круговое движение на перекрестке улиц проезжия Павла Корчагина сделают капитальным. Строительство начнут в июне этого года. Там будут установлены пешеходные ограждения, заменены знаки, нанесена разметка, обустроены искусственные неровности, дополнительный тротуар, а также светофорные объекты на двух пешеходных переходах. Общая стоимость объекта составит более 30 миллионов рублей. В 2020 году отремонтируют подъездные пути к 33 школам и садам. Из бюджета выделено 12 миллионов рублей для благоустройства 9 проездов и подходов. Еще 18 отремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Проблема в том, что большинство соцучреждений находится внутри дворов и подъезд к ним сильно затруднен. Это касается не только машин родителей, но и служб, которые привозят в учреждения продукты или вывозят мусор. 20 февраля состоится прямая линия по вопросам мер соцподдержки семей с детьми. На вопросы кировчан готовятся отвечать представители Министерства социального развития области, специалисты отделения пенсионного фонда и кредитных организаций. Кировчане могут узнать о правилах начисления нового материнского капитала и других соцвыплат на детей. Работать прямая линия будет с 11 до 12 часов дня. Кировчанам предлагают принять участие в вопросе о своем городе. Администрация собирает мнение в рамках подготовки стратегии развития Кирова на ближайшие 15 лет. В вопросе есть темы про качество жизни, медицины, образования, транспорта и безопасности. Сбор мнений будет проходить до 1 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова